всем привет ребята я отправляюсь путь в дорогу у меня начался отпуск сегодня 2 июля планирую этот отпуск провести весь июль еду я сейчас в сторону россия там мне нужно подмосковье забрать своих двух своих сыновей потом мы с ними поедем до ульяновска моим родителям бабушки дедушки туда же еще едут из беларуси родственники мой дворный брат супруга и мы как раз в эти же дни приезжаем и там должны побыть неделю со всеми и оттуда мы уже поедем с детьми я уже поеду с детьми на море в турцию планирую так через сакар твела через грузию в турцию не знаю как будет на самом деле но планы такие если вам видно вам видно на заднем стекле там велосипед у меня зацеплен я первый раз жизни решил приобрести сцепку у меня есть каблес крюк сзади на машине и туда зацепил велосипед и еще ну трехместный я купил потому что еще два мальчика будет велосипеда получается на стрелу следовать вот такие грандиозный план у меня доехать до турции покататься море горы озера и все что там есть прекрасное перед этим смотрел ролики в ютюбе много есть возможность есть дорога как туда попасть вроде как бы все это реально и вообще кто меня подтолкнул на поездку на машине турцию в том году мой хороший товарищ из ульяновской семьей на несколько машинах ездили в турцию через грузию по такому же маршруту и я подумал почему вы нам не попробовать потому что моим мальчиком сделать визу невозможно шенгенскую и приходится вот что-то в том году мы ездили в том году меня тоже кстати есть видео можете посмотреть я ездил из литвы перегонял старый мерседес ульяновск это был тоже в это же время в июле месяца и потом мы на поезде уже поехали на море в сочи отдыхать а сейчас все планируют делать на машине сейчас время 655 я выехала из поневежиса еду в сторону границы как последние разы уже получается третий раз я буду проезжать границу именно на этом пункте под реке григоровщина но есть чат в телеграме про границы про переходы какая ситуация люди пишут онлайне вот днем смотрел не было машин вообще ноль а сейчас залез посмотреть и немного расстроился там 38 36 машин в очереди стоят но это такая лотерея невозможно предугадать конечно есть понимание что выходные дни машин больше и видим к вечеру тоже машин скапливаются больше потому что все хотят до него видимо работают и после к вечеру к ночи ехать в дорогу может быть так будет лучше не знаю посмотрим фур там всегда много я вам покажу сниму как с легковыми машинами но не знаю как получится но я настроен на долгое стояние на всю ночь я поэтому и выехал сегодня вечером я планировал завтра утром выехать успел успел сделать все свои дела за сегодня что хотел окончательные закрыть все свои пробелы и появилась возможность выехать сегодня в 6 часов вечера ровно я выехал из поневежиса поэтому путь счастливой мне дороги вам хорошего просмотра а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Пошла заправка, велосипед на месте, не отвалился. Очень-очень хорошо. Я думаю, где-то литров 30 газа должно пойти. Здесь газ дороже, чем в Литве. В Литве 60 центов, а здесь 73,5 центов. Заправился, пошло 20 литров. Немного, но велосипед нормально, целый. Еще колеса не накачаны, потому что все бегом-бегом не успел. Если там накачаю, пока буду ждать очередь, и будет. Это все более так по-серьезному зацепу. 23 литра вошло. А проехал я? Проехал я сейчас скажу, сколько я проехал километров. За 200 это точно. Сколько точно? Это 212 километров. Получается 10 литров газа. Расхода это средняя скорость где-то 90 километров в час. До границы показывает 15 километров. И уже появился крайний из фуристов, кто в этой очереди. Вот, отсюда и начинается очередь из фур на то, чтобы пройти границу. Латвия, Беларусь, Григоровщина, Переход. Если честно, я до конца не понимаю, как они здесь соблюдают очередность. Кто-то стоит здесь, спит, засыпает. Кто-то уходит, потому что здесь стоят неделями. Ну, я сейчас включу ускоренный просмотр видео, чтобы все это нам быстрее просмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доезжаю уже к Шлагбауму. Впереди меня одна машина. Сзади две легковые. Одну я обогнал, обошел, потому что не было места, где встать. Ну, и смотрю, что впереди. Не знаю, змейка, наверное, машин 20 точно есть. А вот, интересно, дорогие машины стоят с транзитными номерами. BMW, M3, BMW X5, X5, Volkswagen Tourex. Проблемы у них, видимо, с выездом. Подошел, я сейчас пообщался с мужчиной, он говорит, посчитал 70 машин было. Посмотрим, что ж, придет стоять, никуда не денешься. Будем стоять. Ну, а что, выбора другого нету. Нам только вперед нужно ехать, поэтому... 33 машины посчитал, я сейчас увеличил с телефоном. Ждать. Я и так настроился на более долгое ожидание, могу и всю ночь туда деваться. Все нормально, погода летняя, тепло. Это в своем роде приключение небольшое. Лишь бы не было там какого-то разворота, каких-то нарушений, выявлений каких-то нарушений. Ну, вроде все нормально у меня. Сейчас время 9.24 вечера, темнеет уже. Посмотрим, поскольку я попаду на ту сторону, в Беларусь. Прошло 4,5 часа. Я сейчас буду заезжать на... Ну, еще пока на территорию Латвии, буду заезжать к Латышам на проверку, потом уже к белорусам. И там начнется самое интересное, я думаю. Там... Ну, нужно будет все сумки вытаскивать, все машины. Скорее всего, на рентген пошлет, потому что белорусы это практикуют в последнее время. Все машины, легковые, даже автобусы отправляют на рентген. Ну, чё ж, ничего не сделаешь. А с иномарками, с этим транзитными номерами, тут у них очередь. Сейчас слышу, там 242-я очередь, 240-я у них своя очередь. Вот у этих иномарок с транзитками, которые разгоняются туда на продажу. Ну, вот такая история пока у меня. Ну, что? Интересно у меня получается продолжение. Продолжение, не продолжение. В итоге... Латыши меня пропустили. Простояло его через 4,5 часа. Попал к Латышам, все нормально, заехал к белорусам. И они говорят, что нужно платить фингарантию, потому что у меня в моем ВНЖ Литвы, машина литовской регистрации. Типа временный воз сейчас не таким, как я, имеющим ВНЖ, не разрешается. Хотя я до этого ездил в октябре на этой машине, также через эту границу ездил в апреле. Показываю им декларацию, у меня еще склонилась. Декларация о временном возе еще сохранилась с апреля месяца. Показываю им все это дело. Они нет, говорят, фингарантию. Я говорю, а что это фингарантия, какая сумма? Она говорит, что у нас машина. Я говорю, нет, спасибо, не надо. Ну, а сейчас время 15 минут 5-го. Уже в обратную сторону стою в очередь, чтобы пройти. Если честно, у меня что-то все желание отбили с этими поездками. Говорят, пробуйте на Бурочке, на Терехово ехать. Но это сразу из Латвии в Россию. Но я думаю, что я не буду пробовать. Не вижу никакого в этом смысла. Опять там туда сейчас ехать 270 километров. В чате посмотрел, там 60 машин. И тоже такой же сюрприз может быть вымотанный весь. И нет, тогда уж сейчас приеду обратно домой. Лягу, как-то пружу эту тему. Может быть поеду тогда на автобусе до Минска. Там потом на поезд до Москвы. Посмотрю билеты на поезд. Как и в том году до Сочи. До моря. И поедем тогда на море. Таким способом. Но нет другого варианта. Ничего с этим не поделаешь. Как говорится, все, что не делается, все. Надеюсь, что к лучшему. И еще хочу сказать такой момент. Который со мной не первый раз уже испытанный мною, проверенный. Вот когда я много говорю о своих планах. Не то, что я там плакаты вешаю, рекламу даю. Ну просто в разговоре людям. Вот у меня отпуск, вот я планирую туда-то, туда-то ехать. У меня никогда не уходит. Серьезно говорю. А когда я делаю, то есть планирую и делаю, даже мои самые близкие этого не знают и узнают только в последний момент, когда уже это происходит. У меня это получается. Я думаю, может быть, и у многих и у вас такое есть в жизни. Ну вот, как-то так. Ничего не поделаешь. Все нормально, в принципе. Ну, немножко я там вскипал, спрашиваю, а на что вы вообще опираетесь, что за кодекс? Там можно, кодекс есть, там можно, кодекс. Сначала они мне говорили, что беларусь тому, что докажите, что вы являетесь налоговым резидентом. Я говорю, у меня есть ВНЖ по работе, то есть я имею трудовой договор, я работаю, налогоплательщик платит за меня налоги. Они говорят, ну покажите. Хорошо, я говорю, ну нашел интернет, подключился, вот показал. Я говорю, я не могу же за налогоплательщика, за работодателя показать его кританцы. Показал свои возвратные налоги, мне приходили. Я там налоги платил тоже от своего счета. Показали, говорят, ну нет, в итоге все-таки ПМЖ надо иметь просто. А не ВНЖ уже не подходит. Я вообще, ладно, все, я с вами, понятно, давайте, разворачивайте меня, пожалуйста. Ну, такие вот дела. Но ничего, продолжение следует. Ну, ситуация складывается так, что я возвращаюсь обратно в ПМЖ и, наверное, в 12 часов дня я должен сесть на автобус. Есть рейс до Минска прям. Я сейчас часок поспал, так чувствую себя более-менее нормально, мне осталось. Да, кубочки со 10 км, там и 40 км, да. До дома быстренько избавляюсь от лишних вещей. Ставлю машину на прикол. Сажусь на автобус и еду до Минска. В Минске я должен быть где-то в 11 часов вечера. Опять же, там какая очередь будет, там должна быть большая очередь, посмотрим. Но билеты вроде еще пока есть, из Минска до Москвы. А завтра в Москве будет мой родственник, который из Белоруссии едет в Ульяновск. И, может быть, он меня вместе с моими сыновьями заберет по пути, и мы вместе поедем уже на его машине в Ульяновск. Ну вот, теоретически так, уже что-то загадывать не очень хочется. Да и никогда я особо не любил обещать. Потому что дорога такое дело, а тем более, если еще дорога, в которой есть перетечение границы, это рисковая, как лотерея. Ну, опять желаю себе удачи в дороге, а вам приятного просмотра. Ну вот я на автовокзале по Невежисе, в 12.05 у меня отправление. Мне, честно, даже самому уже смешно об этом говорить. Вчера такой весь крутой выезжал с велосипедом на машине, а сейчас на автобусе. Ну ладно, есть билет, есть автобус, в 12.05 направление прямо до Минска, должен быть через Вильнюс. А там, я посмотрел, есть свободные места на поезде от Минска до Москвы. Думаю, все нормально будет. У меня реально отпуск начался, я хочу к детям попасть, и как бы это мне не стоило, где есть возможность, я все равно там проеду. Ну вот, еду дальше. Ну, прибыли в Вильнюсский автовокзал, тут между автобусами буквально 4 минуты остается, хорошо, что доехали без всяких задержанных. Мы не везли сюда, в Вильнюсский автобус, сяду в другой автобус и до Минска, когда нравится. Стоит уже очередь людей стоит на посадку. Вот уже на границе проходим. 2,5 часа заняло проход границ, сейчас ждем остальных пассажиров, которые пройдут таможню и рентген вещей в белорусах и все, едем дальше. Дороги 160 километров еще до Минска и где-то по времени 2 часа получается. Там доеду до авто, уже до вокзала и прям сразу куплю на ближайший рейс на поезд до Москвы. Все, заходит последний пассажир, и мы сейчас поедем. Закрывает багаж. Вообще получается, сейчас 6 часов вечера, сутки ровно, как я езжу вокруг до окна и никак не могу выехать из Литвы и Латвии. Сейчас уже минут через 20-30 я думаю, будем заезжать в Беларусь. Вроде тут все без происшествий. И ко мне вопросов нет и к остальным пассажирам этого автобуса. Посмотрим, что будет дальше. Вот приехал Минск. Заворачиваемся на высадку. А сумка у меня глубоко сидит. Буду доставать, ждать, когда передний вытащат. Очень хорошо, что здесь автовокзал и ЖД вокзал рядом находятся. Сразу вот это здание. Макдональдс, через Макдональдс и, ну, бывший Макдональдс и ЖД вокзал. Кассы, кассы, людей мало, очень хорошо. Ну, все, отлично, купил билет. Через час будет отправление поезда и в 7 утра, в 7 утра завтра он прибывает в Москву. Пройду в зал, пройду в зал ожидания, возьму кофе, спокойно сяду и все вам расскажу, что у меня получается в дальнейшем делать. Смачный проплывинок. Так, я взял кофе, все отлично. А самое главное, я взял билет на поезд. Поезд будет уже минут через 50. Отправление, это вообще супер. Прибывает он завтра в 7 утра. Почему супер? Потому что мой двоюродный брат из Беларуси с женой уже приехали в Москву и ждут нас там. Завтра мы вместе уже на их машине встречаемся в Москве и вместе на их машине поедем дальше в Ульяновск. Почему супер? Потому что в данный момент до Ульяновска из Москвы билетов нет вообще на поезде. Вот, я из ЖД вокзала в Москве поеду на станцию метро Серкуховская встречусь там с мальчиком. Мальчики туда приедут, мои сыновья. Беру их и мы едем уже на встречу с моими родственниками, садись в машину и едем еще тысячу километров до Ульяновску на автомобиль. Поэтому, в принципе, этот день, конечно, аппетита у меня особо нет за весь день. Так, я поклёвываю, у меня еда есть. Спал я час в дороге. Немножко я поспал после границы, когда светло было. Так, дома не успел. Дома я там все лишние вещи убрал. Вот, взял только сумку такую, рюкзак с собой. Всегда там ноутбук, всякие мелочные вещи, которые нужны в дороге под быструю руку. От личных вещей сбылась, поставил машину, там все закрыл, отдал ключи. И все, бегом-бегом. В автобусе тоже особо спать не получилось. Поспал, может, не знаю, минут 30. Ну, какой там сон может быть в автобусе. Так что, в принципе, все отлично. Взял плацкартное место внизу, правда, у туалеток. Последнее, как обычно говорят. Ну, посмотрим. Мне, наверное, уже будет без разницы, где мне. Мне лишь бы принять горизонтальное положение и уснуть сладким сном. Все, едем дальше.